Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал Alex & Play. Мы продолжаем играть в мод Казер Дукс, Казер Рейх Экспэншн за Украинскую Народную Республику. Всё как обычно. И в прошлой серии у нас началась война с Россией, государство российское на нас напало. Ну и пока, в принципе, мы сдали некоторые, конечно, территории. Мы отступили на оборонительные рубежи, и теперь, я думаю, вряд ли они нас пробьют. Даже можно будет и контратаку будет сделать. Но для этого людей было бы подкопить, на самом деле, побольше. Ну и как раз ещё дивизии должны сделаться, 10 штучек. Потом ещё их модернизировать бы надо, то есть на артиллерию больше заводов отправить. Конечно же. Ну и вообще больше заводов надо нам. Вот. Ну и будем стараться как-нибудь наступать, когда у нас что-то получится. Если тактический бомбардировщик не производится, то плохо. Это мы должны... Это сейчас исправить надо. И, наверное, добавить один завод, даже два завода мы добавим на бомбардировщик. Потому что он используется у нас. Ну и взяли фокус закрыть небо, чтобы построить ПВОшки и так далее. Где-нибудь, да, мы можем даже и поднаступать будем. Но пока не сейчас. Ну и, конечно же, будем прокачивать фокусы именно политически. Потому что они у нас сейчас как раз-таки будут очень полезны. Ну вот. Так-то военные мы все прокачали фокусы. Тут, конечно, есть полезные вещи. Но... Не так. Не такие уж полезные. Все-таки нам надо и политический фокус тоже качать. Ну что же, желаю вам приятного просмотра. А мы начинаем. Наследие Драгоманова. Драгоманова многие считают основоположником украинского социализма. Наследие Драгоманова не только патриота, но и идеолога. Будет жить в Новой Украине, о которой он мог только мечтать. Опа! Россия еще вступает в войну против Германии. Ну, молодец. Молодец. Россиянин. Красавчик. Молодец. Это очень хорошо. Пускай воюет. Это нам очень на руку. Так, ну мы еще тут пытаемся пробиться. Ой, кстати, вот надо брать пробки, которые пустые. Которые они оставляют, в принципе. И брать. Все, что они... Что плохо лежит, надо брать. Так. Ну, еще подумаем, где еще можно будет так по-контр-контр-атаковать. В принципе, можно вот здесь попробовать, слушай. Попробуем здесь по-атаковать как-то. Ну, как-то, может быть, пробиться у нас даже удастся. Не знаю, как получится в итоге. Но... Есть возможность. Последнее Драгомани... 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 Драгоманов занимает почетное место в истории украинского социализма и рабочего движения. Многого он стал одним из основателей движения за украинский автономизм. Поскольку считал, что спасение украинцев в создании собственного государства. Союз для защиты от чужихов. Он также внес большой вклад в идеологическое обоснование СДРП, федерализма, основанное на котором является местное самоуправление, а также серьезно оставил принципы политических прав и свобод человека. Драгоманова помнят и любят на Украине. Его наследие будет жить долго. Вот честь уже началось с перименований ряда улиц во многих городах Украины, в том числе и Киеве. Великий патриот украинен. Так, дальше что мы можем еще взять? Тут на самом деле много чего можно взять. Давайте единство с бунтом возьмем. Мы обеспечим нашим союзникам по еврейскому трудовому бунту достаточную свободу и власть, необходимой для руководства еврейской национально-культурной автономии. Да, давай так сделаем. Тут тяжко. Взять. Ну, мы возьмем, я думаю. Все, да, мы возьмем эту пробку. Великолепно. Не, ну, с таким моментом, когда... Извиняюсь. С таким положением, как сейчас у русских, они нас точно не пробьют теперь. Если у них до этого была хоть какая-то, какой-то шанс, да, теоретически, что-то сделать, то теперь нет. Так, вот мы сейчас под таганрогом их и закроем. По-максимальному. Потому что они ничего уже поделать с этим не могут. Все, таганрог наш. Это наше первое такое окружение, первая такая хорошая победа. Так, сколько потерь? Мы потеряли 32 тысячи, а русские уже 115 тысяч. 74 тысячи об нас убили. Это прекрасно. Все, вот это мы их полностью тут уничтожили. Слушай, да тут вообще по единичке как-то стоит все. Можно и попробовать на наступление пойти. Только чуть-чуть. Так, аккуратненько. Чуть-чуть. Пойти. Так, военный завод можем получить. Давай. Можем попробовать в наступ пойти. Небольшой. Посмотрим, что из этого у нас выйдет. Да, небольшое контрнаступление у нас даже идет. Тут даже можно так попробовать где-то котлы понаделать. Если у нас получится. Пока можно немножко наступление сделать. Освободить некоторые территории, так скажем. Хоть где-то. Хотя бы наши территории вернуть. Тут, кстати, можно вот так вот сделать. Белгород позахватывать. Давай, давай. Тут можем это сделать. Спокойно, мне кажется. Бунт еврейских рабочих. Бунт. Не бунт, а бунт. Еврейский рабочий бунт имеет давнюю историю сотрудничества с украинской социал-демократией. Хотя по некоторым вопросам взгляды бунта отличались от украинской. Поскольку гетманское правительство запрещало и пресекало любую деятельность бунта. Директория стала естественным союзником социалистической еврейской организации. В названии Народной Республики Бунт вернулся на Украину и принял участие в организации бунтов еврейских профсоюзов. Хотя бунтовцы являются профсоюзами. Они организованы евреями и только для евреев. Если левые в целом удобряют автономию бунтов, то правые считают, что необходимо создать центральный профсоюз под совместную руководству СДРП Бунта. Это поможет в спрежении наших партий предоставить недоразумения с местными бунтами. Единый организатор, так оставить их в покое. Единый организатор союзов. Ну, не знаю, я хочу сейчас палитку взять. Поэтому ладно, давайте их в покое остановим, оставим. Точнее. Тут можем, кстати, котел попытаться сделать. Тут мы сделали котел, но его могут открыть они при желании. Так, тут стоим уже. Начинаем тут их бить просто. Потому что, чтобы они не вышли из наступления. То есть, из окружения все вот так вот можем встать. Так вот немножко их покружать. Тут даже немного. В общем, есть положительные моменты. Так, тут попытаемся котел сделать. Ну, кобры мы забираем, допустим. Так, давайте возьмем украинское социальное государство. Теперь. Концепция социального государства. Это наше ближайшее будущее. Мы должны сделать так, чтобы люди в нашей стране были равны. Зарабатывали достаточно денег и, наконец, были счастливы. Ну, давай попробуем это сделать. Так. О, дальнейшая механизация. Вот это надо взять. Обязательно. Надо попытаться бобру искать вот этот. Их тоже взять в котлы. Каким-то образом. Если это выйдет, то будет замечательно. Тут мы вот так вот убираем, допустим. И рисуем вот такой вот фронтик. Ну, раз я много глупостей тут наделала. Давай вот сюда пойдем. Сейчас можем тут закатлить как-то. По идее. А, нет, не хотят. Не так все просто. Так. Вот так вот тогда делаем. Сюда надо встать. Чтоб они нас не смогли закатлить. В случае чего. Это будет очень неприятно. Так. Давайте дальше тектрину нашу качаем. Безусловно, надо еще заводы ставить. Чтоб больше производства было. Так, тут вот так вот все прокачаем. Давай самолет допустим новый. Ну, давай еще вот сюда туда пойдем. Если уж такая проблема. Все, так. Значит, дальше возьмем. Муниципальные советы. Не бей большой власти в руках муниципальных советов. Мы не можем быть уверены в том, наше общество хорошо развито. Делегирование полномочий от центральной власти поможет нам стать ближе к народу и помочь ему. Так, вот здесь вот, да, попробуем. Я сейчас встану в котел. Вот, да, это тоже котел, кстати. Надо вот тут вот удержать сейчас, ровку. И все, это котлище. Мы его просто закроем сейчас. Ладно, давайте пока наступ я, наверное, остановлю. Пока что. Тут, кстати, надо встать тоже. Добить вот эту дивизию. Очень хороший котел под Побруйском получился все-таки. Как я и задумал, так и получилось. Можно Могилев попытаться взять. Тоже окружение реализовать. Так, тихо. Это не надо нам. Ну, небольшой котел получился. О, еще и трансамурчик напал. Хорош. Великолепно. Нас, короче, никто не кинул. Ну, то есть Россия, на самом деле, сама виноват. Фига она нападала на немцев. Так, вот тут тут можем зайти. А, ну, понял. Тут держит. Все, тут тоже мы закрываем. Тут план подредактируем сейчас. Социализм в городе. Мы должны сделать так, чтобы наши города не были очагами капитализма. Даже если мы разрешим мелким торговцам, фермам жить в деревнях, их влияние в городах должно быть максимально ограничено. Давайте сделаем. Так. Хем тут можем интегрировать. Но, блин. Споседировать. Так. Хлебная житница Европы. Так, где ты? А, ну, тут не очень приятная вещь. Тоже надо, как бы, хлебную житницу тоже прокачивать. Но, что поделаешь. Ну, по крайней мере, что у нас все в порядке. В принципе. Единственное, людей только нет. Людей нету. Надо накопить. Красный Киев. В условиях активной борьбы украинских социал-демократов за лидерство столиц Украины ввлекая вероятность их победы и превращения Киева в интеллектуальную и культурную столицу социал-демократии Восточной Европы. Ну, в общем, наступление у нас идет просто великолепное. Уже к Орлу подходим потихоньку. Падение Петрограда следом происходит. Поэтому вообще без проблем тут вообще абсолютно у нас все получается. Немцы там уже с финнами взяли Петроград. Блин, тут котел бы организовать бы тут. Было бы вообще козырно. Но я боюсь, что этого у нас не выйдет. Хотя, подожди, может и выйдет. Блин, только тут надо держать. Все. Хотя, не, ладно, котел получился. В принципе, на неплохое количество дивизий. Ну, Москву, я думаю, мы возьмем. Москва. Москва, я думаю, будет за нами. Москва. Заграниченный призыв еще подставить надо. И все тогда будет вообще козырно. на Кубань тут пытаясь пытаемся атаковать. В принципе, можем попробовать тоже план дать действий. Но мы уже идем на Москву. Потеряли они 400 тысяч от нас. Мы 172 тысячи потеряли. Да, конечно, потери будут, но что поделаешь. Иначе мы нифига не не сможем ничего сделать. Но Москву надо взять. Они готовы капитулировать на 30%. Ушел жизнь Михаил Булгаков. Ну, окей. Интересно, можете прочитать. Выборы в Киевскую Раду. Скоро после усиления полномочий муниципальных советов во многих регионах страны началась подготовка к местным выборам. Наиболее активной избирательной кампании была неразрывно связана со столицей нашей республики, городом Киевом. В первом году существования УНР главой города был юрист Римцов Евгений из партии социалистов и революционеров, пока его не сняло должность правительства Гетмана, поставив на его место Карла Маршалка. После прохода к власти директория Киевской Рады была распущена до созыва всеукраинского съезда. Теперь за правом управлять городом снова стоит идет борьба. И на этот раз претендентом на пост мэра Киева стал уроженец Киевской губернии Владимир Чеховский, который имеет вместе со своей командой СД, готов радикально преобразовать город, против его пролетарскую столицу Европы. В столице была встреча наглушительной победы стала демократом, почти 40% перевесом блока Чеховского, вышел на первое место, получив почетное большинство в местном совет. Теперь город находится под властью СДРП. Его ждали модернизация, озеленение и другие амбициозные проекты. Червонный Киев. Ага, даже решения будут открыты. О, так они... А, да, тут разные можно взять кредит. Сколько у нас денег? Сколько бюджет? Так, ладно, пока это не будем, давайте увеличим расход на социальную сферу, ну и план великих построек, допустим, возьмем. Почему бы и нет? Так, ну и давайте учиться у Каутского. Идеи выдающего социалистического идеолога Каутского будут полезны для Украины. Окей. Что-нибудь полезное для Украины. Это замечательно. в общем, дальше в принципе начинаем продвигаться. В принципе, это никому тут не интересно. Мы очень легко проходимся, купание уже будет наше, за нами. все вот это мы забираем себе, еще без проблем каких-либо это у нас получается. Все, вот это мы просто забираем и все. Ладно, стоп, тут не надо, тут не надо проходить. Ну все, тамани наши, поэтому мы все вот это забираем. Новороссийск наш, поэтому это все легко. Так, уже и люди какие-то начинают потихоньку появляться. Так, вот мы потихоньку тут идем. Великая конструкция, идея Красного Киева завладела мамами социалистической интеллигенцией во всей Украине был предложен новый проект, сторонники стали называть его «Великие строки Киева». Проект масштабной перестройки Киева, включающий монументальную архитектуру, небоскребы и культурные площади, которые будут заполнены общественным пространством уникальным проектом лучших хоритекторов художников Крины. Новый проект предполагает удаление, удвоение размеров Киева, создание большого количества новых рабочих мест и повышение уровня жизни в городе. Он также предполагает использование современных и даже экспериментальных технологий. Новые планы города радикально увеличивают расходы на культурные пространства, архитектуру, общественные транспорты, парки, но за все приходится платить. Масштабное бюджетное давление не останется незамеченным, оно требует повышения налогов для крестьян, сокращения бюджета для других регионов, что и ко многих возмутит. Вклонить другие регионы также надо развивать. Развивать задуманно даже Эйфель не выдержит конкуренцию. Нет, глупо. Откорректировать план и реализовать. Давайте что-то такое возьмем. средненькое. Все-таки средненькое. Ага, так, разработать государственный проект жилья. Приняем закон доступное жилье. И в принципе разработать проект государственного жилья может. Кредит пока хотя бля, кредит надо взять. К сожалению, один раз кредит нам потребуется взять. Охрана труда. Труд рабочих должен быть защищенным и должны обеспечить права трудящихся, расширяя возможности профсоюзов и сдавая необходимые законодательные акты. Наше правительство будет повышать уровень жизни трудящихся. окей. Шок трепет уже прокачиваем. Все долго качать пока. В принципе можно уже танки начинать качать. Они нам тоже пригодятся возможно. Хотя я не знаю. Мне кажется такая самая сложная война это у нас последняя с Россией. Но и то она не особо сложная. все 12 мая мы взяли Москву. Все так вот. Ну блин германские силы ну как так блин германские силы взяли. Ну вообще неправда украинские силы взяли. Так ну все он готов на 46% капитуляции. Хорошо охран труда. самоуправление рабочих. Мы должны доверять нашим рабочим и не делать вид, что они не самостоятельны и ленивы. Профсоюзы рабочих комитетов, которые создаются по всей стране, доказывают, что украинские рабочие очень активны. Мы должны передать больше полномочий к самоуправленческим организациям, не допустить, чтобы первократив нас заполнил наш промышленный сектор. Решение популяризации повышет следа сильный эффект. Решение протестан дешевле. О! Это неплохо. Принять закон. Давайте закон о защите редакторов возьмем. Почему бы и нет. Ну, тут мы тоже наступаем, в принципе. Думаю, скоро Волгоград возьмем. Да и все. Давай тут машинки допустим мы добавим везде. Борьба за Херсон. После укрепления власти муниципальных советов было принято решение пройдения новых выборов в Херсоне. В сельской области впервые сложилась практически тупиковая ситуация. За Херсонский местный совет боролись традиционно большинство социалистов и эволюционеров относительно недавно коалиции СДРП левых и укапистов. Суданно большую поддержку социалистов эволюционеров Херсон в последнее время начал активно развиваться в городе началась индустриализация. Это вызвало резкий приток трудоспособного населения. По данным предвыборных вопросов к орицу КП и левых СДРП нынешем за два месяца догнал СССР и теперь не отстанет от них. Результат этих выборов вероятно изменится не только Херсон на весь ближайший регион. Ну давайте вот это возьмем нижний вариант все конечно же. Ну и Москву сейчас когда мы полностью этот регион возьмем то я заберу все у немцев потому что это нечестно. Вот сейчас мы танчик еще попытаемся пробить их и Москва будет за нами. Все Москва за нами. Так инструменты провинции вот так вот сделаем. Сейчас мы немножко план еще подредактируем. Также давайте откроем художную школу имени Шевченко почему бы и нет. Давайте сделаем. Ну и в принципе можем начинать уже тоже наступать дальше на Россию. Да людей не так много к сожалению как хотелось бы чтобы прям такие крупные наступления проводить но в принципе люди идут потому что призыв повысил должно быть все нормально тут вообще хорошо мы можем так сделать на самом деле и все мозги себе не ломать можем вот так вот сделать все закрыть их тут и листу взяли нормально вообще все у нас получается ой что я сделал так глупость так кизля давай вот это все тоже мы возьмем я хотел именно вот так сделать ну а тут на астрахани вот так пойдем и все в принципе ничего сложного в этом нет так давайте переработку нефти возьмем допустим в фокусе партии спотивная демократия демократия невозможна без участия нашего народа украинцы были подавлены гетманской власти которая хотела чтобы они были послушными и аполитичными только повседневной демократией повседневным трудом повседневной активностью мы добьемся того чтобы наша народная демократия никогда не угасла давай возьмем конечно так ну короче тут уже больше улучшить индустриализацию мы не сможем поэтому вот так вот как есть уже будет вот вот нормально мне нравится как война у нас идет потеряли мы не так-то много поэтому в принципе все не так плохо как могло быть так польша хочет ленд-лиз нам давай давай в принципе от ленд-лиза я не откажусь греции только закупить надо вольфрам в общем вообще все классно у нас получается надо дойти до ЕКБ попытаться железнодорожного Керченский мост первым кто всерьез задумался о строительстве моста через Керченский пролив был морской офицер инженер Менделеев сын создателя периодической таблицы химических элементов Менделеева его работа проект поднятия уровня Азовского моря путем запруда Керченского пролива была опубликована в 1899 году уже после смерти автора в начале 20 века в Российской империи разрабатывались проекты строительства железнодорожного моста через Керченский пролив были предложены два возможных маршрута северный между Керченским полуостровом и Косой Чушкой и южный через Косу Тузла с разрешения Николая 2 в 1910 году началось проектирование южного маршрута начавшаяся Первая мировая помешала созданию железнодороги через пролив сейчас строительство наконец наметило проекты готовы приступить к строительству с новыми соглашениями между Кубани и Украиной шанс посоединить наши страны по суше наконец-то очень вероятен отлично Кубани как бы только нету правда так деньги у нас кстати нормально запуск троллейбусной линии можем взять также можем взять не знаю налоги я не хочу налогу жилищную строительство дать памятник Карлу Марксу возьмем почему бы и не забавно единственное жалко что прям такую все равно левую сделали Украину то есть особо правых нет хотя если мы сюда вышли тут хотя тут правый но у них фокусов не так много если честно ладно нормально мы уже на Кавказе ходим нормально бродим в общем все Россия скоро может капитулировать на самом деле так фокус дальше конкордизм с одной стороны находясь под влиянием народнической школы в украинской историографии с другой марктизма фрейдисского психоанализа французских социологов Владимир Винниченко выработал эклектическое мировоззрение на социально-политическом и экономическом влиянии конкордизм от латинского конкордия Винниченко концепция в которую он вложил свою историю совскую схему формирования будущего нового мирового порядка идеального общества ее основу он кладет принцип построения счастья душевного равновесия физической гармонии во всех сверхобщественных жизней окей тут уже все капнуло и уже Баку мы взяли тут уже войск на Кавказе нет так что вообще не страшно потихоньку люди сейчас пойдут поэтому нормально все будет давайте вот возьмем диверсифицировать растениеводство вот это надо сделать налоги пока я прорушать не буду принять закон об охране труда ну давайте 25 политики приведем и возьмем не на закон этот тогда ладно давайте наверное в принципе с другой стороны давайте на этом закончим вот на таком успехе в принципе мы очень много добились хорошее контрнаступление у нас произошло мне это очень нравится 280 тысяч конечно потеряли но что поделаешь надо Россию капитулировать но России точно придет конец потому что тут осталось не так много захватывать да и все и они капитулируют на Кавказе мы тут неплохо расширяемся зря он короче напал на всех но это не важно это ошибка Россия не наш у нас все наоборот в порядке вот в общем на этом все тогда подписывайтесь на канал кто не подписан обязательно комментируйте ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ну я уже сказал блин извините немножко подтупливаю подписывайтесь на мой вот имеется тут телеграм канал и на мой дискорд сервер на мой дискорд сервер давай тут еще орудия так вот отправим и обязательно комментируйте пишите комментарии от четырех слов помогает продвижению видео и ставьте лайки ну а на этом тогда все всем удачи всем пока